Девушки отдыхают Девушки отдыхают Над бешевой горой туман Заросли под и дровой гулян Дровки, стёжки, тайные дорожки Девушки отдыхают 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 А на мой крышок, а на токне помси. А на мой крышок, а на токне помси. А на мой крышок, а на мой крышок, а на токне помси. А на мой крышок, а на мой крышок, а на токне помси. Ирина Владимировна Гребешкова. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ В Ленинградской области проходит знаковое событие, реализуются многие проекты. Я думаю, что, не думаю, а считаю, глубоко убежден, что сегодняшняя наша встреча, сегодняшний проект, третий уже по счету, станет знаковым в рейтинге событий регионов Российской Федерации. Что касается нашего сотрудничества, имея в виду комитета по местному самоправлению, по межнациональным и межкомфессиональным отношениям и Дома дружбы, как подведу в своем учреждении, то у нас за три года с библиотеками Ленинградской области выстроилась система работы. Мы второй год участвуем в проекте. В прошлом году в Ладейном поле были посланы месседжи, хорошие импульсы были, были смыслы, не только библиотечные, но и этнические смыслы. Прошел год, и мы сегодня поговорим о том, как библиотеки в контексте реализации государственной и национальной политики в Ленинградской области, как они работают, какие новые тренды, какие новые подходы, новые идеи, новые мысли, новые совместные проекты. Екатерина Вторая как-то сказала, это моя любимая фраза, я всегда студентом в университете, как профессор заведующей кафедры, всегда люблю это цитировать. Хотел я и уважаемым коллегам, работникам библиотечной системы напомнить любимую фразу Екатерины Второй и добавить от вашего имени, если позволите. Россия это не государство, Россия это вселенная. Сколько в ней климатов, сколько народов, сколько менталитетов, сколько конфессий. Если бы Екатерина Вторая знала, сколько в России сейчас библиотек и какую миссию несут библиотеки, несмотря на вызовы, наверняка она бы эту фразу добавила. Ну а я от вашего имени к этой фразе добавляю, поздравляю вас всех с праздником, потому что сегодня действительно профессиональный праздник работников библиотек Ленинградской области. Я думаю, что на площадках, на панельных площадках подискутируем, обменяем все мнения. Спасибо. Спасибо вам, Владимир Викторович. Главным инициатором и организатором проекта библиотечной столицы Ленинградской области стала Ленинградская областная универсальная научная библиотека. И мы рады приветствовать на нашей сцене исполняющего обязанности директора Ленинградской областной универсальной научной библиотеки, заслуженного работника культуры Российской Федерации, идейного вдохновителя и организатора Людмилу Константиновну Блюдову. Дорогие коллеги, ну прежде всего я хочу от вашего имени поблагодарить руководство района за возможность встретиться нам здесь, в таком роскошном дворце. И персонально поблагодарить Елену Юрьевну Котову, председателя Комитета по культуре, молодежной политике и спорту. И Нину Александровну Казначеевну, директора Тихвинской ЦБС. И коллектив Тихвинской ЦБС за прекрасную организацию, за такое вот активное участие в подготовке и проведении нашей встречи. И именно в год, в 90-летие Ленинградской области. Вот уже третий год мы встречаемся в городах, в библиотечных столицах, чтобы обсудить, как нам поддержать или вернуть даже интерес к чтению. Как повысить роль библиотеки в системе институтов, занимающихся развитием культуры и общества. Стало ли у нас меньше проблем? Нет, коллеги, проблем у нас стало не меньше. Остались те, которые были, появились новые. Что это, западный круг? Нет, наверное, все-таки это спираль. В каждом витке этой спирали есть элементы движения вперед и развития. И что бы мы из себя представляли, если бы мы каждый работали в своем регионе, не зная о том, что происходит у соседей. Я думаю, что вот статус библиотечной столицы Ленинградской области, это, конечно, почетное и ответственное звание. И очень много мы, наверное, злокот доставили нашей принимающей стороне. Но мне думается, что эта наша встреча, это яркая страница в культурной жизни района, который мы объявляем библиотечной столицей. Я думаю, что этот статус придаст импульс к дальнейшему развитию библиотечного дела в районе. Повысит значимость библиотеки в глазах власти, в глазах социума и профессионального сообщества. Ну и очень надеюсь, что библиотека станет объектом особого внимания власти и общественности. И за этим потянется некий приток материальных ресурсов. Я очень на это надеюсь. Я бы хотела, как обычно традиционно, в день открытия библиотечной столицы передать символический такой подарок Центральной библиотеке Тихвинской. Это радиомикрофон. Я думаю, что это подарок символичный. Чтобы, так как библиотека очень активно участвует во всех уличных мероприятиях, то чтобы ее услышали, нашу библиотеку Тихвинскую, не только в городе Тихвине, но и во всем районе. Значит, я передаю это видео радиомикрофон Нине Александровне Казначеевой. Нина Александровна Казначеева, директор муниципального учреждения Тихвинская централизованная библиотечная система. Людмила Константиновна, спасибо вам за такой подарок. В знак нашей благодарности примите, пожалуйста, букет цветов. И аплодисменты всех участников. Мы благодарим вас и просим занять почетное место в зрительном зале. В этом году проект «Библиотечная столица Ленинградской области» проводится в третий раз. В 2015 году первой библиотечной столицей области стал город Приозерск, а в 2016 году город Ладейное поле. Доброй традицией проекта стала передача памятного альбома, в котором бережно хранятся фотографии и информация о мероприятиях, состоявшихся в городах, библиотечных столицах области разных лет. И для торжественной передачи памятного альбома «Библиотечная столица Ленинградской области» на сцену приглашается директор муниципального казенного учреждения «Ладейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека», заслуженный работник культуры Российской Федерации Нина Васильевна Крылова и директор муниципального учреждения «Тихинская централизованная библиотечная система» Нина Александровна Казначеева. Вам слово, Нина Васильевна. Уважаемые коллеги, так скоротично идет время, только что год назад, а это было вчера, мы встречались на Святой Ленинградской земле. А сегодня мы встречаемся на Святой Тихинской земле. Поэтому, конечно, это очень фестижно для библиотек, для их развития, чтобы дать какой-то импульс к развитию библиотечного дела в районе. И, конечно, для наших библиотек все равно это было очень, как бы сказать, не то, что престижно, а какой-то статус библиотек намного повысился и среди населения. И на нас по-другому, да, может быть, стали смотреть наши власти района. Даже мы получили грамоту за организацию проведения в библиотечной столице от законодательного собрания Ленинградской области, что было тоже очень приятно. Кроме того, это позволило нам получить звезду культуры в прошлом году. А это хорошие финансовые влияния, которые помогли улучшить нашу материальную базу. Поэтому я думаю, что в этом году, наверное, Тихвинская библиотека тоже получил такое, потому что они заслужили. Вообще у нас, мы граничим с Тихвинским районом, а в библиотечном деле у нас очень профессиональные и творческие связи. Уже даже не одно десятилетие. Мы приезжаем сюда, может быть, чаще, чем они к нам. Они к нам тоже приезжают иногда. Но здесь мы с удовольствием посещаем их библиотеки, городская библиотека, у которой большой опыт работы она славится тоже у нас в области. И такие краеведческие чтения маквиновские, в которых наши сотрудники участвуют. Наши поэты выступали на площадках День города. И, конечно, я считаю, что библиотечная столица, проводимая в Северной Тихине, она действительно заслужила, потому что опыт работы этих библиотек очень хороший, серьезный. Есть где поучиться, есть что посмотреть, есть что принять. И потом, конечно, организация вот этих мероприятий, она для нас, для отечественных работников, я считаю, что очень значимая. Потому что, когда мы слышим на совещаниях опыт работы, это одно. А когда приезжаешь на место, тут уже ворочи, как говорится, и посмотришь, и потрогаешь, и пообщаешься. И для этого, поэтому устроителям этого мероприятия, этого проекта, низкий поклон. И большое спасибо. Я думаю, что он будет продолжаться. И мы еще побываем не на одной стадии в области. Ну, а сегодня, конечно, мне бы хотелось такую миссию выполнить, вручить, передать диплом. То есть, это, альбом, ну, вот. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы даже в околоне нашего проекта было очень-очень долгим. Ну, и подарок от нашего района, от нашей библиотеки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И успехов дальнейших. АПЛОДИСМЕНТЫ Синьберн, библиотечная столица Ленинградской области, 2017. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, единомышленники и наши уважаемые читатели. Конечно, очень торжественно, очень приятно принимать вот такой почетный альбом «Библиотечная столица Ленинградской области». Я хочу выразить слова благодарности областной универсальной научной библиотеке и ее директору Людмиле Константиновне Блюдовой. Хочу выразить слова благодарности областному комитету по культуре правительства Ленинградской области за вот тот, за ту, так сказать, высокую честь, которой сегодня удостоен город Тихвин. И действительно, как сказала Ирина Владимировна, дан нам реверанс в этом году. И мы постараемся в течение года, до того момента, как мы уже Тихвин передадим эту эстафету следующему району Ленинградской области, мы постараемся воплотить в жизнь новые идеи, новые проекты, а поверьте, их у нас огромное количество. И мы постараемся поддержать тот имидж, наш профессиональный имидж, высокое слово библиотеки, мы будем его нести. Вот с таким пафосом я говорю, потому что на самом деле для нас это действительно большая честь и большой посыл, и мы постараемся оправдать все надежды, которые на нас возлагаются, и достойно отработать этот год. И еще раз повторю, торжественно передать эстафету следующему району. Огромное спасибо всем. Добавить о том, что благодаря проведению библиотечной столицы у нас мы за 2016 год независимую оценку эффективности работы библиотек в области получили второе место. Дмитрий Александрович, я думаю, что вы получите первое. Спасибо. Спасибо вам за такие добрые слова. Совсем скоро памятный альбом пополнится фотографиями с мероприятий проекта в нашем городе. Пользуясь столь высоким профессиональным представительством в нашем концертном зале, хотелось бы вручить на этой сцене заслуженные награды специалистам муниципального учреждения Тихвинская централизованная библиотечная система. И для приветственного слова и проведения церемоний награждения на сцену приглашается заместитель председателя Комитета по культуре Ленинградской области Ольга Львовна Вильникова. Добрый день, уважаемые участники мероприятий для вечной столицы Ленинградской области. Позвольте от лица администрации Ленинградской области, от лица Комитета по культуре поприветствовать вас на этом замечательном событии. Пожелать вам больших успехов в сегодняшней работе. И действительно, такие проекты должны быть, таких проектов должно быть больше. Время диктует свои правила, и мы должны им соответствовать. Совсем недавно не было реальностью те мобильные телефоны, те даджеты, которые сегодня обыденности, которые есть практически у каждого. Совсем недавно мы не думали о новых методиках, но дело в том, что время диктует действительно свои правила. И библиотека становится социокультурным центром. Библиотека сочетает в себе новые формы и методы работы. Конечно, такие профессиональные события в жизни Ленинградской области, в жизни России, в целом, должны быть обязательно, на которых профессионалы, используя традиционные методики, ищут и находят новые пути развития, новые формы и методы работы для того, чтобы привлекать читателя и для того, чтобы достойно нести на высокое звание в библиотеке России. Спасибо вам. Благодарим вас, Ольга Львовна, и переходим к церемонии награждения. Почетной грамотой губернатора Ленинградской области за вклад в развитие культуры Ленинградской области и многолетний плодотворный труд награждается Светлана Александровна Радченко, заведующий отделом Центральной районной библиотеки имени Мордвинова муниципального учреждения Тихинская Централизованная библиотечная система. Громче аплодисменты, друзья, очень высокая награда, почетная грамота губернатора Ленинградской области. Наши поздравления вам. Спасибо. Ольга Львовна, букет от нас в знак признательности и благодарности вам. И мы благодарим вас и бросим занять почетное место в зрительном зале. Букет для Ольги Львовны. Продолжаем. Спасибо за этот сюрприз, за этот замечательный букет. И еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что Комитет по культуре поддерживал такие проекты. И если возникнут новые, мы с удовольствием воплотим все ваши самые смелые идеи жизни. Поэтому есть государственная культурная политика. Еще раз спасибо. Спасибо вам за вашу поддержку. А мы продолжаем церемонию награждения. И на сцену приглашается заместитель главы администрации Тихинского района по социальным и общим вопросам Ирина Владимировна Гребешкова. Почетные грамоты главы Тихинского района за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек награждается Людмила Алексеевна Сергеева заведующий хозяйством муниципального бюджетного учреждения библиотека социального культурного центра «Тихинский». Спасибо вам за нашу работу. Благодарность главы администрации Тихинского района за высокий профессионализм, творческую и инициативную деятельность и в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек вручается Марии Олеговне Трошиной библиотекарю Центральной районной библиотеки имени Мордвинова муниципального учреждения Тихинская централизованная библиотечная система. Ваши аплодисменты Почетная грамота Комитета по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихинского района за высокий профессионализм, активную творческую деятельность и в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек вручается Юлии Александровне Никоновой документарету муниципального учреждения Тихинская централизованная библиотечная система. Нине Николаевне Житаревой библиотекарю муниципального бюджетного учреждения библиотека социокультурный центр ТЭФПИ. КОНЕЦ